Мэрия Москвы опробует новый способ, как отслеживать перемещение жителей. Так, на остановках общественного транспорта появится 220 комплексов, которые смогут собирать МАК-адреса мобильных телефонов и планшетов, если на них включен Wi-Fi или Bluetooth. На систему мониторинга пассажиры потока потратят 155 миллионов рублей. По официальной версии, система нужна для улучшения работы транспорта, но также позволит Мэрии увидеть маршруты пешеходов и пассажиров. И это отнюдь не единственное новшество. Скажем, столичный Дептранс сейчас работает над возможностью оплаты поездки одним чеком. Например, человек проехал на метро, затем на каршеринге, а в приложении заплатил общую стоимость. Карта-тройка сможет работать и в других городах России, но перед этим станет персонифицированной. То есть, потеряв ее, владелец легко сможет восстановить баланс карты. Вдобавок, личный кабинет будет хранить историю поездок. Впрочем, весной следующего года пройти через турникет и метро можно будет вообще без каких-либо карточек и смартфонов. На каждой станции должно появиться по одному проходу, оборудованному системой распознавания лиц. Автомобилистов тоже ждут определенные реформы. Среди прочего, столичные власти прорабатывают запуск народного каршеринга. С этой системой горожанин сможет сдать свой автомобиль для краткосрочной аренды, когда он им не пользуется. Камеры на дорогах обучатся видеть опасных водителей, чтобы немедленно передавать эту информацию сотрудникам ГИБДД. В прицел попадут любители превышать скорость, устраивать шашки, а также проезжать на запрещающий сигнал светофора. Отдельный пункт – забота об экологии. Распрощавшись с троллейбусом, Москва постепенно закупает электробусы и развивает сеть зарядных станций для автомобилей на электротяге. В этом году планируется начать установку 200 зарядных станций по всему городу, а к 2023 году появится 600 таких электрозаправок. При этом для владельцев батарейных машин сохранятся все имеющиеся льготы. Финальное предложение было придумано москвичами. Жители мегаполиса предложили наблюдать за уровнем шума и вредных выбросов на улицах. Такая система может вскоре быть создана на базе Центра организации дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин